Всем большой привет! Начинается у меня прием пищи. Здесь у меня гречка, тушеное куриное мясо, соус, степель бамбука, он острый. И здесь вот белый хлеб, такой знаете, как вот типа лаваша выпекают, узбекская кухня. Вот здесь такой кусочек у меня хлеба и простая вода. Всем приятного аппетита! На десерт у меня сегодня чай с лимоном без сахара и чурчхела с добавлением корицы. Всем приятного аппетита! Всем большой привет! У нас сегодня целый день идет дождик. Как зарядил ночью, так до сих пор идет, а время уже 4 часа дня. Похолодало очень сильно, требуется уже осенняя одежда. Но так как мы сегодня дома, я решила поухаживать за собой, наложила патчи. Сейчас буду какую-нибудь масочку также накладывать, пока есть такая возможность. И еще нужно уже красить брови. Волосков у меня мало и вообще они у меня светло-русые, то есть их практически не видно. И поэтому краска очень быстро у меня смывается. Или хна, или краска. Поэтому приходится довольно часто, кстати, проводить эту процедуру по окрашиванию. Либо подкрашивать карандашиком еще. Так что сейчас я буду уже патчи снимать. Уже полчаса в них хожу и буду накладывать масочку. Сегодня в такую непогожую погоду я решила повеселить себя масочкой от Etude Organic. Это российский бренд, но масочка произведена в Корее. Замечательные масочки. Вы знаете, эта маска называется антимаска для лица-лиса. В общем, я сегодня лиса в такую непогожую погоду. Она балансирующая. И вы знаете, она подходит в основном для тех, у кого проблемная кожа. Но у меня как бы нет сейчас никаких проблем с кожей, там, окне или каких-то высыпаний. Ничего такого нет. Но я все равно ее решила нанести. Во-первых, она такая очень веселенькая, такая классная. И вообще масочки мне нравятся. Это Etude Organic. Наносятся они на 10-15 минут. Если вы держите больше 15 минут, может вызвать аллергию. Поэтому здесь нужно быть внимательным в этом отношении. Смотрите, что здесь пишут. Значит, масочка подходит для жирной и комбинированной кожи. Экстракт листьев чайного дерева и корни лакриции проявляет свои противовоспалительные и ранозаживляющие свойства. Мягко очищая кожу. Значит, масочка еще является очищающей. Не раздражая эпидермис и помогая наладить работу сальных желез. То есть у кого сильно, например, жирная кожа и есть проблема, что вам постоянно нужно пользоваться каким-то матирующим тоником или матирующей пудрой. В общем, масочка поможет вам в этом отношении бороться с сильно жирной кожей. Экстракт центеллы азиатской разглаживает неровности кожи, снимает покраснение и раздражение. Витамин Е участвует в гидрообмене, способствует насыщению клеток водой, улучшает иммунитет кожи и снижает воспаление. Экстракт алоэ обеспечивает увлажнение, которого часто не хватает проблемной кожи. Кстати, алоэ, экстракт алоэ, он не только обеспечивает увлажнение, он еще, знаете, что делает? От него какой эффект? Вот такой разглаживающий эффект. Потому что, когда я делаю масочки просто из алоэ своего цветка, знаете, такой эффект, вот как бы подтягивается кожа после алоэ, когда вы уже все удаляете и смываете алоэ, как будто у вас подтянутая кожа. Так что, такие вот классные, веселые масочки обязательно попробуйте. Начинается мой прием пищи. Сегодня я буду кушать курицу. Курицу мы запекали в духовке, кусочек от булки узбекской, четверть тарелочки овощей. Чай я буду пить с лимоном без сахара и с чурчхелой. Осталась у меня вот одна палочка. У нас одна такая палочка стоит 100 рублей. Дешевле найти нельзя. Я считаю, что это, конечно, дорого, но все равно вкусно, поэтому иногда покупаем. Всем желаю приятного аппетита! Всем большой привет! Мы сегодня гуляем в лесу. Лаки тут меня дергает. Дети бегают с мячом, он тоже хочет. В общем, вчера у меня занятия на беговой дорожке прошли еще легче, чем в предыдущие дни. Вчера мне было уже комфортно заниматься 50 минут на ней. Если до этого мне было сначала, скажем так, легко 30 минут, остальные 30 минут, мне было очень тяжело. Потом через несколько дней мне было легко заниматься 40 минут и 20 минут. Знаете, мне было очень тяжело дотягивать до часа. А вчера уже результаты мои улучшились, и мне стало полегче проходить, заниматься на дорожке в течение 50 минут. И уже тяжело было до часа, короче, добить 10 минут, но больше я уже не стала увеличивать время занятий, потому что я пока считаю, что для меня достаточно занятий на беговой дорожке в течение часа. Начался мой прием пищи. Сегодня я буду кушать пельмени, купленные в магазине, 200 грамм порции, овощной бульон, грудинка, вареный копченый, два кусочка ржаного хлеба. Всем приятного аппетита! Чаевничать сегодня буду с горьким шоколадом. Победа! Всем приятного аппетита! Всем большой привет! Смотрите, какая туча у нас нависла. Вы знаете, что она, вот такая черная туча, покрывает вообще все небо, причем мне кажется, что во всем районе. Я сначала подумала, что она, скорее всего, просто холодная, и дождя не будет, но это скорее похоже на какую-то грозу. Мы, на самом деле, собрались гулять, потому что утром у нас было очень солнечно, и потом внезапно приползла вот такая огромная туча. Поэтому сегодня будем оставаться дома. Всем большой привет! У меня сегодня 20-й день питания, один раз в день. Завтра будет 21-й день. Получается, три недели пройдет завтра, и на 22-й день я буду взвешиваться. То есть я взвешиваюсь, когда проходят полные 7 дней. Взвешиваюсь с утра. Хочу сказать, что эта неделя у меня прошла очень хорошо. Вообще просто великолепно. Мои спортивные результаты улучшаются. То есть я уже говорила, что мне стало легче заниматься на беговой дорожке. Также эта неделя у меня прошла очень хорошо по самочувствию, просто великолепно. У меня практически отсутствует чувство голода. То есть оно у меня, знаете, когда возникает? Тогда, когда я начинаю вечером уже готовить. Вот тогда оно именно возникает, когда начинается сам процесс. То есть раньше, на предыдущих двух неделях, у меня возникало чувство голода за 4 часа до приема пищи. А на этой неделе оно возникает у меня именно в процессе приготовления этой пищи перед приемом моей еды. И, значит, что хочу сказать. На этой неделе у меня не было никаких подтягивающих ощущений в области желудка. Как я говорила на предыдущей неделе, да, у меня такие ощущения были. На этой неделе я испытываю вообще абсолютную легкость. И причем, вы знаете, то есть я чувствую себя очень комфортно. То есть мне, у меня ничего не болит, да. То есть желудок не тянет, кишечник не болел на этой неделе, желудок не тянул. Вообще все было хорошо. То есть, ну, как бы, видите, то ли организм приспосабливается. То есть так, в принципе, можно жить, наверное, и питаться постоянно. Может быть, нужно все-таки организму перестроиться от того момента, когда мы поглощали огромное количество пищи чуть ли не ведрами, да. Когда вес был 100 килограмм, да. А здесь уже кушаем гораздо меньше, во много раз меньше, да. Наверное, организму нужно было дать время приспособиться и раньше времени мне не паниковать. Так что вот такие у меня дела на этой неделе. Посмотрим, что будет на следующей неделе. Надеюсь, она также пройдет очень хорошо, без каких-либо эксцессов. Сейчас я буду красить брови. Вот, потому что уже и 1 сентября скоро. В общем, нужно быть, как говорится, при параде, даже если не будет у нас линейк. Линейк у нас не будет 1 сентября. Как ни крути, а дождик у нас все-таки ливанул. Сегодня на ужин у меня будут фаршированные перцы. Две штуки. Два кусочка ржаного хлеба. Потом овощи, свежие огурцы, помидоры. Всем приятного аппетита. Уговорили мы вот такую банку чипсов. Лейстакс. Новинка. Ароматные ребрышки барбекю. Вы знаете, у них такой интересный вкус. Когда кладете чипсину одну в рот, она вроде немножко солененькая, но потом у нее сладкое послевкусие. И после этих чипсов вы точно не обопьетесь. Вкусно, интересный. У них очень вкус такой. В общем, мы эту банку разделили на пятерых человек. И у нас получилось, что мы съели, короче, каждый по 20 грамм. Всем приятного аппетита. Чай сегодня я буду пить вот с таким батончиком. Сникер супер. Здесь 96 грамм. Всем приятного аппетита. Всем большой привет. У нас сегодня стало попрохладнее. 16 градусов. Мы прогуливаемся в лесу. Но мне сегодня надо еще зайти и купить вкусняшки в школу. За прошедший день рождения у нас детям дарят сертификат на 500 рублей в детский мир. Они там могут пойти с пластиковой карточкой и набрать себе что-нибудь на 500 рублей. Если хотите, можете еще добавить денег к его покупке. Но у меня обычно детям хватает, короче, на 500 рублей. Они себе там набирают. Короче, они тупо сладости там берут и все. Может быть еще какую-нибудь игрушку. Вот. В общем, на этой неделе я скинула 950 грамм. О, для меня это, правда, знаете, такое счастье, как будто я скинула целый килограмм. Но все-таки 950 грамм. Надеюсь, что у меня следующая неделя, четвертая, пройдет так же хорошо, как третья, что у меня ничего не будет болеть и что вес мой будет уходить. Вот. На дорожке я занимаюсь. Я стараюсь занятия не пропускать. Ежедневно я занимаюсь на дорожке в течение часа. Пока время увеличивать не планирую. В общем, всем желаю хорошего дня. В фикс-прайсе я купила M&M's на деток. 33 штучки купила. Я считаю, что хорошие вот эти вот дрожжи. Во-первых, они не тают. У них очень качественная глазурь снаружи. Потом, слушайте, купила еще вот такие вешалочки. Очень мне нравятся для брюк. Они очень удобные. Правда, иногда у них вот эти вот штучки бывают. На некоторых вешалках быстро ломаются. Вот так. Вот две штуки. Они по 55 рублей. Мне кажется, это очень выгодная цена. И еще решила взять вот такие вешалочки, попробовать. Вы знаете, у них такое интересное покрытие. Мне кажется, они анти, да, вот точно антискользящие. По 55 рублей три вешалки тоже. Мне кажется, это очень дешево и очень удобно. Действительно, с них не будет, в общем, сползать одежда, потому что такое покрытие. Я такие вешалочки еще не брала. Первый раз, в общем, беру. Так, получилось у нас 33 штучки по 27,50. 27,50 стоят вот эти мэндэмсины. Так, на 907 рублей. Еще у нас было два круассана Чипикао. Тоже 27,50 один стоит. Так, еще было мороженое Кузя с шоколадной крошкой. Тоже 27,50 стоит. И вот вешалочки по 55 рублей за три штуки. Вообще классная цена. Все, мы уже дома. В общем, погода у нас, конечно, хоть и пасмурная, но дождик не начался. Всем большое спасибо за внимание. Желаю вам отличного похудения, вкусных тарелочек. Увидимся с вами в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok